Здравствуйте! Что будет с бесплатной медициной после реформы? Об этом говорим сегодня в прямой линии. Гость издания вечерний Харьков, заместитель председателя Харьковской углу госадминистрации Михаил Черняк. Приветствую вас, Михаил, в нашей студии. И первый вопрос. А в чем суть медицинской реформы? Ну, тут надо начать как бы издалека, наверное. Почему? Потому что реформирование системы здравоохранения – это как элемент всех тех реформ, которые сегодня происходят в нашей стране, которые были инициированы президентом, сегодня поддерживаются в полной мере кабинетом министров. И это часть, это сегмент общей системы реформирования. Другое дело, что система здравоохранения в целом – это та система, которая касается всех и каждого. Безотносительно категорий граждан, условия населения, возрастных категорий и так далее. Мы все соприкасаемся с этой системой. И прежде всего реформирование направлено на то, чтобы улучшить качество медицинской услуги для каждого отдельного гражданина. И мы прекрасно понимаем, что в сегодняшних реальных условиях, когда наша страна переживает не самые простые времена, связанные с объективными причинами, в том числе и военной агрессии, а это экономический кризис до сих пор, который еще мы выдыхаем, да, мягко говоря, то качество услуги, конечно, зачастую иногда желает оставлять лучшего. Причем надо отметить, что это не касается специалистов самих врачебных специальностей, а это говорится, прежде всего, об условиях работы, об обеспечении работы, о финансировании и так далее. Поэтому мы прекрасно тоже понимаем и знаем, что каждый гражданин сегодня, обращаясь к тому или иному врачу, либо в то или иное лечебное учреждение, не может в полной мере получить качественную услугу за государственный бюджет. При том, что конституционное право получать бесплатную медицинскую услугу никто не отменял. Поэтому эта вся реформа, прежде всего, направлена на то, чтобы, еще раз подчеркну, улучшить качество, и именно чтобы на те деньги, которые выделяются на систему здравоохранения, услуга была более объемная и можно было обеспечить человека в большей степени. Планируется создание агентства по финансированию здравоохранения. Чем оно будет заниматься? Ну, знаете, это опять же мы вырываем из контекста, потому что на самом деле сегодня все-таки основополагающая реформа в стране, это после бюджетной децентрализации, так называемой, когда появились деньги дополнительные в местных бюджетах на местном уровне, это вторая реформа по значимости своей, наверное, она все равно тоже важна, территориальная реформа, и, соответственно, на нее будет накладываться, в общем-то, реформа системы здравоохранения. Это очень важно, потому что именно мы говорим прежде всего сегодня о первичном уровне оказания медицинской помощи, это непосредственно те врачи, которые будут работать на первичном уровне, которые будут непосредственно контактировать с людьми, которые будут оказывать первичную медицинскую помощь к врачам первичного уровня, это амбулатории, это фельдшерские и акушерские пункты, центры оказания медицинской помощи на местах, куда будут приходить люди из-за справками, где будут получать первичные консультации и так далее, тому подобное. Поэтому это очень важно. И здесь очень важно видеть локацию первичных пунктов оказания медицинской помощи и понимать густонаселенность тех районов, если мы говорим о районах области и в месте, где в городе концентрация людей выше, где будут находиться эти пункты первичной помощи медицинской. Поэтому это глобальная картинка. Безусловно, когда начнут работать в полной мере уже пункты первичной медицинской помощи и врачи, семейные врачи, которые будут иметь договоры с пациентами, будут обслуживать конкретное количество людей, то и деньги будут получать эти врачи напрямую от государственного бюджета. Самое главное новшество в том, что врач непосредственно будет заключать договор с гражданами, которые будут получать у конкретно этого врача медицинскую помощь первичного уровня. Все же, чем будет заниматься Национальное агентство по финансированию здравоохранения? В рамках той работы, которая сегодня нарабатывается и планируется к реализации с следующего года, через это агентство будет идти распределение этих финансов, которые будут из государственного бюджета, идти к врачам первичной медицинской помощи, которые будут работать непосредственно напрямую с гражданами, которые будут к ним обращаться за ту или иную медицинскую помощь. А чем это будет отличаться, скажем, от финансового отдела Министерства здравоохранения, который сегодня занимается этим вопросом? Смотрите, сегодня же совсем в другом ключе поставлен принцип финансирования системы охраны здоровья. И здесь надо понимать, что мы оптимизируем и сеть. И сегодня там возникает вопрос сокращения койко-мест. И мы понимаем, что сегодня внедряются энергосберегающие технологии, потому что при всех условиях, которые сегодня существуют, старые здания, например, тех же больниц, поликлиник, которые имеют большую площадь, которые не имеют совершенно никакой энергоэффективности, деньги выбрасываются на ветер, а их нужно где-то взять. И поэтому мы предполагаем, что в рамках общей системы, которая реформируется, сама эта агенция будет выступать себе таким условно прообразом страховой медицины, такой прозрачный офис, который будет распределять бюджетные деньги между теми врачами, которые будут оказывать медицинскую услугу. По информации Министерства здравоохранения, уже в следующем году будет запустить модель страховой медицины для украинцев. Значит ли это, что придется покупать какой-то страховой полис? На сегодняшний день, в принципе, мы не отступаем от канонов нормативно-правовой базы в стране, основной законной конституции, где все-таки стоит вопрос о том, что медицина у нас бесплатна. Пока изменить конституцию нет, и мы исходим из этого основного закона, как базового для принятия любой другой нормативно-правовой базы в стране, и мы как органы исполнительной власти живем в правом поле, как и все граждане страны. Поэтому тут вопрос следующего характера, что это принцип, о котором мы говорим, и сегодня он еще находится в стадии разработки и наработки, и наверняка он еще будет отрегулирован и будут учтены различные моменты. Мы говорим о том, что это те, скажем так, цели, к которым мы должны прийти, чтобы это было качественно, чтобы люди имели гарантированный минимум качественной медицинской услуги. И, скажем, это и экстренная медицинская помощь при необходимости, если мы говорим о бургентных случаях, да, это помощь семейного врача, который консультирует и ведет каждого члена семьи в отдельности и знает историю болезни, и знает историю людей. То есть, условно говоря, такой себе усовершенствованный принцип участковых врачей, которые были раньше, да. Но дело все в том, что мы понимаем, что те зарплаты, которые сегодня выплачиваются из бюджета врачам, они не есть хорошим стимулом для работы и не отображают той реальной действительности, в которой находится врач и отдается этой профессии. Поэтому ему даст возможность через это агентство, заключив договоры с конкретными гражданами территориальные, в принципе, принцип тоже не так будет важен. Тут самое главное, люди будут идти к врачу, другое дело, что есть логика, и неудобно человеку заключать договор с врачом, который находится в другом конце области, но тем не менее, да. Врач своим авторитетом будет завоевывать доверие пациентов, пациенты будут дарить этому врачу, а деньги, которые выделяются из бюджета, они будут оплачиваться бюджетом же. Этому же врачу за те услуги, которые он оказывает. Я уточню, полис покупать не надо будет уже в 2017 году. Об этом речь не идет. А в чем вообще суть страховой медицины и на опыт каких стран опирались, когда разрабатывали эту информацию? Ну, прежде всего, опять же, надо отметить, что сегодня, в то время, когда реформируется сразу все одновременно, наверное, иногда носит какой-то, может быть, не очень системный характер, хотя если видеть картину в целом, то мы понимаем, куда мы двигаемся. И мы видим те цели, задачи, которые мы перед собой поставили. И мы, я это говорю, в рамках государства, как государственные служащие, безусловно, как член этой команды. И, безусловно, вектор, который определен сегодня в развитии страны, это проевропейский вектор. И это европейские ценности. И ценности эти выражаются во всем, в том числе и в качестве услуг, которые оказываются в населении. Это социальные аспекты. Система здравоохранения не является исключением. Поэтому, конечно же, мы ориентируемся на опыт западных наших партнеров сегодняшних. Это и европейские партнеры, это и Соединенные Штаты Америки. Поэтому, безусловно, как в основу ложится принцип построения системы здравоохранения за рубежом. Но определенные модели какой-то взятой отдельной страны не брали. Мы можем сказать, что мы уберем какую-то конкретную модель и ее просто накладываем на Украину. Ситуация в том, что, еще раз хочу подчеркнуть, реформы не назрели. Но это вызов времени сегодня. В общем-то, и люди выходили на улицы. Именно потому, что та система, которая была, она, в общем-то, людей не устраивала. И в том числе это является неотъемлемой частью социальная сфера. Недовольство людей. Потому что это всегда и система здравоохранения, и социальная сфера. Это лицо государства, это те услуги, которые, еще раз подчеркиваю, каждый получает в полной мере от государства. Поэтому, безусловно, мы двигаемся в этом ключе. Еще раз подчеркиваю, приоритет сегодня человек. Другое дело, что как реализовываются эти все программы, да, насколько они быстро идут. И надо не исключать и человеческий фактор, и объективную сторону, которая тоже имеет место быть. Поэтому, ну, я думаю, что мы добьемся результата. И то, что планируется начать уже со следующего года, врачей первичного уровня уже выводить на прямые договорные взаимоотношения с пациентами, это будет уже хорошим показательным примером того, как эта система заработает в дальнейшем. Что будет включать в себя государственный гарантированный пакет медицинских услуг? Ну, прежде всего, я уже выше об этом сказал, это оказание экстренной медицинской помощи. То есть это в обязательном порядке, потому что в ургентные острые случаи реагировать будут службы обязательно. Опять же, будет классификация определенных ургентных случаев? Нет, мы же понимаем прекрасно, если у вас температура 37,5, я условно привожу пример, да, вы легко можете обратиться к вашему семейному доктору, который даст рекомендации вам либо лечения, либо продиагностирует вас и даст вам направление в лечебное учреждение на высшего уровня, либо второго, либо третьего, для оказания уже специализированной помощи. Или у человека конкретного сердечный приступ, острая недостаточность, когда семейный врач, это все определенное, когда время идет на минуты и на часы, в лучшем случае. Конечно, в этих случаях эффективна будет ургентная помощь, которую окажут специалисты на медицинской помощи. Приезжают специализированные бригады, кстати сказать, обновляется постоянно и автомобильный парк этой службы, и технически она оснащена достаточно эффективно, работает на сегодняшний день. Поэтому проще забрать пациента из места и доставить его в специализированные уже лечебные учреждения второго, третьего уровня. Что кроме ургентной помощи там будет? Ну, во-первых, семейный врач оказывает, в общем-то, терапевт своего рода, который оказывает полный набор услуг терапевтического характера. То есть это первый осмотр, первичная помощь медицинская, консультации, направление, если это будет необходимо, специализированные лечебные учреждения по профилю. И, соответственно, частично будут перекрываться вот эти вот минимальные потребы пациента в специализированных учреждениях. Ситуация в чем? Что сегодня мы все учимся считать деньги. И сегодня уже совершенно другой подход, новый подход к том числе бюджетным средствам. Если раньше все говорили о том, что вот мы ждем, когда нам поступят какие-то деньги, и мы поймем, на какие суммы мы можем оказывать услугу, то с 2017 года, когда предполагается начало работы первичного уровня в полной мере, когда семейный врач будет заключать договоры с тем или иным пациентом, и, как правило, идут расчеты на семью, два взрослых, двое детей, он будет получать через агентство тысячу гривен на эту семью. Каждый врач может иметь до двух половин тысяч договоров в течение года, обслуживать количество людей, соответственно, это будет его ресурс, в рамках которого он будет работать. И с 2018 года, уже как следующий этап развития этой реформы, при направлении пациентов своих в те или иные специализированные учреждения более высокого уровня оказания медицинской помощи, там будет и софинансировано, в том числе из этих денег, которые получает семейный врач, из государственного бюджета путем перечисления медицинской субвенции на те или иные учреждения. А консультация у врача-специалиста, после того, как он получает, человек-пациент получает, к примеру, направление у своего семейного доктора, необходимое обследование, это входит в этот пакет? Да, определенный перечень будет, конечно, обозначен. Другое дело, хочу сказать, что на сегодняшний день пока еще нет, не разработан до конца, скажем так, разработана основа еще пока, он не окончательной версии, его пока не представили на широкое обсуждение сам договор врача первичного уровня с пациентом, да, он должен родиться в конце этого года, нам обещают, что уже он будет, мы его увидим, и, безусловно, там будут отображены все те минимальные необходимые услуги, которые будет оказывать врач в рамках тех денег, которые он будет получать, опять же, из государственного бюджета. То есть на сегодня мы даже не можем сказать, какие обследования будут точно входить? Ну, мы сейчас говорим о каких обследованиях? Если мы говорим о специальных обследованиях врач, условно говоря, МРТ или КТ, наверняка это будет поза межами этих денег. Если мы говорим о том, что врач консультирует, слушает, возможно, какие-то анализы на первичном уровне, которые, возможно, будут провести, то наверняка они будут входить, поэтому мы ждем, когда будет уже определена перечень всех услуг, которые будут входить в эти суммы, в уровень первичной помощи. В принципе, мы его понимаем изначально, потому что первичный уровень там нет. Ни хирургии, можно сказать, чего нет. Хирургии там нет, сложных обследований там нет. То есть это врач общей терапии, который будет консультировать и оказывать первичную, подчеркиваю, медицинскую помощь. А он уже будет определять дальше по состоянию пациента, куда его направить. Ну а кардиограмма, рентген, УЗИ, анализы крови и так далее? Рентген, УЗИ – это аппараты достаточно дорогостоящие и, безусловно, на первом уровне оказания медицинской помощи они не появятся в ближайшее время. Мы понимаем, что эти все направления врач будет выписывать на, как минимум, второго уровня лечебных учреждений, которые тоже являются бесплатными, кстати сказать. Другое дело, что, еще раз подчеркиваю, в рамках тех денег, которые будет получать врач первого уровня, будет софинансирование этих пациентов, допустим, уже после обращения или направления их в более высокий уровень лечебных учреждений, и это будет софинансирование из бюджета, который выделяется на первый уровень системы охранения здоровья, и те деньги, которые будут выделяться, опять же, из бюджета на второй, третий уровень. Там, где есть техническая возможность провести те обследования, о которых вы говорите. То есть берем ультразвуковую диагностику, она финансируется из двух источников. Условно, да. Из местного бюджета, из государственного? Пациент за это не платит? Нет, мы говорим сегодня о государственном бюджете. Мы говорим о том, что это государственная программа и это государственная система охраны здоровья. Пациент за это платит или нет? Будет платить? Нет. Это будет бесплатно. Мы с этого и начали, что сегодня пациент не платит ни за что. Другое дело, что есть объективная реальность, когда сегодня пациент, приходя к тому диному врачу, ну, наверное, все равно где-то как-то кому-то платит. Мы говорим о том, что сегодня врач первого уровня оказания медицинской помощи должен стать таким себе проводником между пациентом и системой охраны здоровья, то есть человек, который будет к коммуникации находиться с людьми. Почему я не зря упомянул, в свое время бывшие, когда была организована работа участковых врачей, когда они знали всех поквартирно, поименно, они проходили время от времени по своему участку, знали всех историю болезни, то есть в принципе это будет то же самое, но другое дело, что это будет на новом уровне, и врач первичного уровня может стать частным предпринимателем, будет упрощена система получения для него соответствующих разрешительных документов в министерстве, и он будет зарабатывать деньги, и из расчета специалистов мы говорим о том, что уровень дохода врача первичного уровня будет в пределах 18 тысяч гривен в месяц, это уже колоссальная работа. Отличный стимул для первоклассной работы? На самом деле да, поэтому это уже в разы отличается от тех заработных плат, которые сегодня получают врачи. А в какую сумму вот обойдется государству на человека вот этот гарантированный пакет услуг? Ну, скажем так, из расчетов специалистов предварительных, которые есть, условно 250 гривен на человека. А будет какой-то... Это мы говорим о первом уровне. Третий уровень более высокий, там где оказывается более, ну, скажем так... Узкоспециализированная. Узкоспециализированная помощь, если мне не изменяет память, там порядка 300-350 гривен. И тоже в зависимости от ситуации это бесплатно? Безусловно, это бесплатно. То есть третий уровень оказания медицинской помощи тоже будет бесплатный? Конечно, это тоже финансируется государственного бюджета. И еще раз говорю, мы же сегодня исходим из тех конституционных прав и обязанностей, которые там отображены. А будет предусматриваться какой-то возрастной коэффициент, к примеру, на детей и пенсионеров? Не подразумевается большего выделения средств? Нет. Включены ли в этот государственный пакет гарантированных услуг лекарственные средства? Нет, лекарственные средства не включены. Никакие? То есть даже если мы идем на УЗИ, там, к примеру, гель используют? Или если мы идем сдавать кровь? Ну, смотрите, опять же, тут вопрос стоит в том, что те необходимые, сегодня тоже у нас обеспечение есть фармпрепаратами на всех уровнях, да, и расходниками, и средствами. Все это тоже будет и в системе новой, системе здравоохранения. Другое дело, о чем мы говорим, о каких препаратах. Если мы говорим об анализах, об гелии для УЗИ, конечно, он будет. На третьем уровне, да, охранной системы здоровья, там, конечно, есть обеспечение. Льготная категория сохраняется, если мы говорим об инсулинах, если мы говорим об онкологии, там, сахарный диабет и так далее, то это все, безусловно, присутствует, это все есть. А предусмотрено ли в возмещении стоимость лекарств? Ну, сегодня работают и программы реинбусации, так называемая, тоже сегодня работают, и бесплатные получают рецепты пациенты, это сегодня работает, и в том числе на примере инсулина. И будет продолжать? Безусловно, нет, это все будет, конечно. У нас принципиальное отличие не в том, за что будет платить пациент, а принципиальное отличие в том, что за те же деньги, которые есть сегодня в бюджете, которые выделяются на систему здравоохранения, чтобы они более рационально использовались с получением высшего качества услуги для самого больного. Поэтому в том числе и обеспечение медикаментами из государственных, из денег в государственное бюджет, конечно, будет. А для гипертоников сегодня работает эта программа? Есть сегодня тоже программы, которые работают по сречно-сосудистой системе, то есть, еще раз говорю, все, другое дело, что государственные программы зачастую не в полной мере покрывают всю необходимую потребность на местном уровне, и зачастую мы тоже привлекаем сюда и деньги областного бюджета или местного бюджета для того, чтобы люди не ощущали на себе недовыполнение программ. Кстати сказать, это в последнее время, к сожалению, носит характер, это касается и переселенцев, которых у нас в области очень много. А, кстати, сказать надо, что за весь период, в тот момент, когда в нашей области находится порядка 200 тысяч, согласно реестра переселенцев, свыше 110 тысяч людей получили медицинскую помощь совершенно бесплатно. Это тоже все ложится на нагрузку на бюджет местный, областной, который покрывает расходы по системе здравоохранения. А компенсацию государства получили всего лишь в пределах 50%. И при всем при этом хватало всем обеспечить тот необходимый минимум, который государство должно обеспечить. А как реально работает вот эта программа возмещения лекарств, к примеру, гипертонику? Ну, на самом деле, все, что касается реинбурсации, человек, получая бесплатный рецепт у врача, он его отоваривает в той или иной аптеке. А потом в дальнейшем уже с этими аптеками рассчитывается бюджет за те препараты, которые они выдали населению через бесплатные рецепты. Но это так должно или это все же работает? А так и должно, и так и работает. То есть все гипертоники могут у нас пользоваться этой помощью государственной? Если это предусмотрена государственная программа, то конечно. Если у кого-то не выходит работать, получать помощь по такой системе, куда можно обратиться? Ну, вот если нарушаются. В управление охраны здоровья Харьковской администрации и структурное подразделение, которое работает в этом направлении, как специальный орган. Услуги, которые не войдут в этот государственный пакет, о котором мы с вами говорим, на чьи плечи будут ложатся расходы? На плечи пациента или это софинансирование? Это софинансирование, я же об этом уже говорил выше, что из тех денег, которые предусмотрены для первичного уровня оказания медицинской помощи, в случае необходимости будет софинансирование, в каких пропорциях. Тоже сегодня это все согласовывается между, условно говоря, врачом первого уровня оказания помощи и больницей третьего уровня, допустим, если это какая-то операция или какая-то сложная медицинская помощь, в которую тоже будут выделяться деньги. Вы же говорил об этом, еще раз повторю, выше, порядка 350 гривен из расчета на больного будут выделяться из государственного бюджета. То есть пациент не почувствует на свой карман дополнительной нагрузки, даже если его заболевание, консультация у того или иного специалиста не входит в перечень? Давайте четко разделим эти понятия. Есть гарантированные программы, которые гарантируют получение больным, в том числе любой сложности операции, медикаменты и суставы, в том числе и так далее. Но если больной, например, выкажет желание лечиться за рубежом, например, или в частной клинике, которая будет за это брать определенную плату, и мы знаем, что это всегда стоит недешево, то, безусловно, конечно, эту программу государство не покрывает. Предусмотрены какие-то преференции для льготных категорий граждан? И кто может быть этими льготниками? Что имеется в виду? Больше перечень услуг гарантированных государством. Вы понимаете, как все очень... Может быть лекарственным препаратом. Мы сейчас говорим о таких тонких гранях. Что такое льготная категория? Льготная категория, у нас все граждане получают бесплатное лечение сегодня. Другое дело, льготная категория, мы об этом говорим, это либо инвалиды, либо чернобыльцы, то есть разные программы. Дети, инвалиды с детства и так далее, то есть где дополнительные программы есть на разных уровнях, и на государственном, и на областном, и на местных уровнях поделяются. Дополнительные средства для того, чтобы обеспечить все необходимые категории у граждан. Поэтому это будет работать и в дальнейшем. Никто не хочет сегодня свалить на плечи людей нагрузку финансовую для того, чтобы они себя обеспечивали более эффективно. Мы говорим как раз сегодня о том, что основой в этой системе, которая реформируется, должно стать улучшение качества. Не зря об этом подчеркнул изначально. Что и качество лечебного, и качество отношения, потому что статистический фактор тоже очень важен для больного в том числе. И качество обеспечения, оно все должно выйти на новый уровень. А это все позволит сделать только лишь в том случае, если мы начнем считать деньги, и если деньги будут выбрасываться, опять же подчеркиваю, не в воздух, а будут направлены на пациента. Поэтому этот принцип вхождения денег за пациентом именно и предусматривает то, чтобы пациент, обращаясь в те или иные учреждения оказания медицинской помощи, чувствовал себя комфортно и понимал, что государство о нем думает. Вы сказали, 250 гривен предусмотрено на человека, так? Ну и сегодня же это мизерная сумма. Неужели можно оказать медицинскую помощь в год за такую сумму? Сколько раз в год вы обращаетесь к врачу? Ну, лично я мало. Но есть же люди, к примеру, пожилого возраста, которые ходят очень часто. Ну, опять же, расчеты делаются на основании определенных выкладок специалистов. Это все посчитано. Это же не значит, что все лимитированы 250 гривен. Об этом идет речь. Мы говорим о том, что это как принцип. И если врач, который имеет условно 2500 сегодня пациентов или семей, которых он заключит договор и будет их обслуживать, и за каждую семью или в отдельности будет перечислено ему 1000 гривен, у него уже рождается некий бюджет через агентство, о котором мы говорили выше. Это уже приличные деньги, в рамках которых не все же больные одномоментно придут или будут лечиться в течение года бесконечно и не хватит ресурсов. Но при этом, при всем, если даже, условно говоря, можно фантазировать о таком развитии событий, то для этого и существует в любом случае еще медицинская субвенция. И надо опять же понимать, что лечение первого уровня и третьего уровня принципиально разное. Еще раз говорю, что более простые заболевания, консультации, ОРЗ и так далее, или занозы, условно говоря, то, что может спокойно сделать врач на первом уровне, оно не требует такого сумасшедшего финансовой нагрузки на лечение пациента. Если это будет необходима помощь адресная и более широкая, не развернутая, специализированная или сложная, то это уже совершенно другого уровня. И расходы, поэтому и говорится речь о софинансировании, что частично деньги будут выделяться из первого уровня и из бюджета на третий уровень. Поэтому и областные программы существуют. Поэтому я думаю, что все будет очень качественно и комфортно для граждан, прежде всего. Но опять же, у нас так много людей с хроническими заболеваниями, даже детвора. Ну, послушайте, на самом деле, есть эта проблема колоссальная. Если мы говорить будем об орфанных заболеваниях, то редкостных заболеваниях, которые требуют очень дорогого питания, либо лечения, постоянно, на протяжении всей жизни, то это отдельная программа существует под этих больных. То есть, в любом случае, никто не сваливает все в кучу и просто взяли императивно, решили, что вот мы считаем только так, никак иначе. Эти все программы тоже будут существовать, и тоже будет оказываться поддержка. И, кстати, сказать, когда сейчас на государственном уровне эти программы практически не работают, то мы изыскиваем средства на областном уровне для того, чтобы людей обеспечивать необходимым, для того, чтобы не прерывалось их лечение и питание и так далее. А вы сказали, на доктора предусмотрено где-то 2,5 тысячи договоров. Это на семью? Вот один договор – это семья или один договор – это член семьи? Расчеты идут таким образом. Одна семья – это два взрослых, двое детей. Это стоит тысячу гривен, условно говоря, для бюджета оказания помощи первичного уровня, вот для такой среднестатистической семьи. И по оценкам специалистов, один врач, который обслуживает, может обслуживать на первичном уровне семьи – это порядка 2,5 тысячи семей. – Интересно, справится ли этот семейный доктор с вот этой цифрой? – Ну, почему не справится? Что такое 2,5 тысячи семей, да? Если мы возьмем, условно, спальные районы, то каждый дом имеет там по 200 квартир. Посчитайте. – Ну, на каждого же пациента… – 10-15 домов. Ну, то есть все зависит от густонаселенности района в том числе. Более того, это же не лимит для врача. Другое дело, насколько он будет успевать, как вы правильно говорите, и врач будет не один, но в любом случае на первичном уровне будет и санитарка, медсестра. То есть тут необходимый набор сотрудников и услуг, которые, насколько доказательны, будут оказываны в полной мере. – Ну, будем надеяться, да, что цифра не с потолка, а высчитанная экспертами и объективная. – Дело в том, что вопросы же реформирования давно обсуждаются, и на протяжении всех лет, независимо от того… – А ВОСыны не там, хочется сказать. – Ну, к сожалению, да. И были пилотные проекты и так далее. Но я это все к чему говорю, что при том, что инертно этот процесс идет, какие-то все равно наработки, и есть какие-то позитивные моменты, в том числе тех пилотных проектов, которые нарабатывались и отрабатывались. Поэтому сегодня, когда специалисты взялись за это, скажем так, с новой энергией, с новыми силами, с новым желанием, то, конечно, расчеты производятся ими же, и я считаю, что они абсолютно объективны. – Что предусматривает вот этот договор пациента с доктором? – Оказание услуги. – Что в нем прописано будет? – Договор, я уже говорил, еще раз повторю, появится, как нам обещают, к концу года. Вот когда появится сам договор, нам проще будет это обсуждать, и мы будем видеть, что будет утверждено, как типовой договор. Это не будет произвольный договор между каждым врачом в отдельности с пациентом. Это будет типовой договор, утвержденный министерством. И вот он сейчас на стадии, скажем, окончательной доработки его, и я готов его обсудить, когда он появится в живую. – Вы сказали принцип «деньги ходят за пациентом». Расскажите, что это такое? – Ну вот именно это и… – Каждый приходит и достает из кармана. – Нет, это каждый пациент будет, скажем так, обеспечен финансово со стороны государства в рамках вот той реформы, о которой мы говорим. Если сегодня пациент обращается в то или иное лечебное учреждение, то зачастую часто возникают вопросы из разных районов люди, или житель города, житель области. Лечебные учреждения областные, городские. Вот у нас, взять пример, детская областная клиническая больница номер один. В год проходит порядка 100 тысяч детей больных через эту больницу. По результатам прошлого года, если я не ошибаюсь, 16 областей только были, дети там в этой больнице представлены. Плюс жители, безусловно, города Харькова. Она областная больница. – 16 областей? – Да, 16 областей Украины. В том числе и жители города. Никто их не делит. Если пришел человек в больницу, может не говорят, ты из Парпийского города, до свидания, дети в городской лечебной учреждении. То есть, и потом понять, сколько денег кто должен заплатить, какой бюджет районный, областной, городской, покрыть расходы конкретно взятого лечебного учреждения на оказание тех услуг, которые он оказывает. Ну, начинается своего рода Кадавасия, и как бы все считают очень, как бы, обобщенно, скажем так. Когда будет понятно, что врач с первого уровня, где бы он ни находился, дает направление пациенту, например, ребенку, в эту же областную детскую клиническую больницу, он туда приходит, и мы тогда уже понимаем, что уже есть программа софинансирования, да, из бюджетов, которые выделяются на первый уровень, то есть, из-за денег, которые выделяются на этого врача, деньги, которые выделяются из бюджета на третий уровень оказания медицинской помощи, это специализировано. И вот уже за конкретно этим пациентом, на основании конкретного направления, от конкретного врача, будет понятна стоимость лечения этого пациента, и эти деньги будут выделяться из бюджета. Когда начнет внедряться медицинская реформа, из каких медучреждений? Ну, прежде всего, опять же, говорю, что взят ориентир первого этапа реализации уже медицинской реформы планируется с начала следующего, 2018 года. И именно это все начнет работать на уровне первичном. И более того, со стороны государства есть такая льгота для врачей, которые станут семейными врачами на первичном уровне оказания медицинской помощи. Они начнут заключать договоры, которые мы уже обсудили, которые должны появиться в конце этого 2016 года. Заключать договоры с пациентами, начнут получать деньги через агентство из государственного бюджета, те, о которых мы тоже с вами выше сказали. Но при этом случае, если врач будет направлять своих пациентов, больных, в лечебные учреждения второго-третьего уровня, то он не будет делать отчисления за их лечение. То есть это лечение будет покрываться исключительно за счет бюджетов, которые будут выделяться на лечебные учреждения второго-третьего уровня. То есть финансирование не будет на первом этапе. Она будет стартовать сразу во всех медицинских учреждениях страны? Ну, по первичному уровню должно быть везде, конечно. Конечно. Планируется, что реформа финансирования здравоохранения будет в три этапа проходить. Вот первый этап – это 2017 год. И что конкретно будет? Какие конкретные шаги? Конкретные шаги, еще раз подчеркиваю, это выделение денег врачам первичного уровня для того, чтобы они уже переходили на новые формы взаимоотношения с пациентом. Надеемся, что вслед за этим пойдет новое качество оказания услуги на первичном уровне. И через агентство врачи первичного уровня начнут получать те деньги в рамках тех договоров, которые они получат. То есть если врач заключит договоров в 10 за год, он будет получать деньги всего на 10 своих договоров. Если врач выполнит все нормы, которые есть расчетными на сегодняшний день, и заключит 2,5 тысячи договоров, он будет получать все деньги в полном объеме из расчета 2,5 тысячи договоров. А вот эти 10 договоров не грозят врачам увольнением? Ну, опять же нет. Ну, это профнеприкудность, наверное, нет? Нет, смотрите, вот парадокс в чем заключается. Зачастую для того, чтобы оказывать качественную услугу, и ряду специалистов тоже надо расти и развиваться. 21 век на дворе. Очень часто все работает по старинке. И скажем так, если мы сегодня в рамках той же самой реформы, и есть сегодня постановление Кабмина о том, что есть необходимость сокращения коечного фонда в области по лечебным учреждениям, и есть вероятность из расчетов, которые видят наши специалисты, сокращения порядка 600 сотрудников лечебных учреждений разного уровня, да, в связи с сокращением коечного фонда. При всем при этом сегодня есть вакансии в системе охраны здоровья свыше 5 тысяч. Поэтому, безусловно, если человек захочет работать в системе здравоохранения и получит какое-то дообразование, перепрофилирует себя, либо повысит свою квалификацию, он всегда найдет место работы. А как вот пациенту распознать, к какому доктору идти, с каким заключать договор, а с каким не стоит? Ну, на самом деле, люди лучше нас с вами знают, с кем они сегодня общаются с врачами в поликлиниках, в амбулаториях, в папах, да, и они все знают их и в лицо, и поименно. Это, может быть, в городе Харькове сложнее, потому что, да, большая концентрация людей, и то, как правило, люди знают своих врачей, которые с ними работают по поликлиникам и так далее. Вот такой же принцип. А в районах области или где-то в селах еще это более коммуникация устоявшаяся, люди четко знают своего врача. И опять же, кстати, сказать, сегодня будут привлекаться и молодые специалисты, если говорить о районах области. Не так давно мы открывали в Балаклейском районе феджерский пункт, да, амбулаторию, где уже сразу предусмотрена их служебная квартира для молодого специалиста. Поэтому в населенном пункте есть амбулатория, есть условия для жизни, есть условия для работы, там сделан нормальный ремонт, деньги выделены были из областного бюджета в том числе. Поэтому я думаю, что это будет являться стимулом для людей ехать в районах и там уже проявлять себя. И более того, из моего личного общения с врачами в районах области, это звучит, что молодые специалисты готовы становиться предпринимательными, получать документы и работать. Они хотят работать в области здравоохранения, они хотят зарабатывать деньги. И если будет такая возможность, а сегодня им такая возможность дается абсолютно законная, то почему нет? Ну и если служебные квартиры будут во всех районах, то я думаю, что туда уедет много специалистов. Это уже есть, это уже имеет место быть, и поэтому это не просто желание или какие-то наработки с завтрашнего дня, это уже есть сегодня. Поэтому я думаю, что это просто будет масштабироваться, а темпы развития, естественно, будут ускоряться, потому что всегда мы знаем, что любые реформы, любые изменения, они всегда не вовремя, не кстати, они болезненно, они воспринимаются в штыки. Но тем не менее, когда появятся сегодня уже первые вестники того, что это реально работает, когда врачи смогут получить дополнительный доход абсолютно легальный, что самое главное, да, и при этом, если это мы говорим опять же о районах области, смогут еще получить какие-то для себя социально-бытовые улучшения, то это даст позитивный результат. А может ли врач отказать пациенту? Ну вот я не буду с тобой заключать договор, я не хочу тебя услугивать. Можешь, есть право, как бы, пациент может от врача отказаться, да, и врач от пациента может отказаться. Поэтому, как бы, опять же... Врач может отказаться-таки? Ну, согласно закону сегодняшних, конечно, да, но тем не менее, мы должны понимать, что есть же еще и ситуации различные, если это какая-то ургентная помощь, то, безусловно, врач должен оказывать помощь. А если пациент, ну, скандальный такой вот, особенный, и от него все врачи отказались, он что, не будет получать медпомощь? Ну, так не бывает. Конечно, будет получать медицинскую помощь, безусловно, будет, и мы не говорим о том, что какой-то... Боюсь, что будет шквал подобных заявлений, что мне отказались здесь и там. Ну, опять же, человеческий фактор никто не отменял, и сегодня тоже такие прецеденты есть, когда между собой выясняют условное отношение врач и пациента. Такое тоже бывает. Но я в этом не вижу зону риска. Я думаю, что это все будет нормально. И еще раз говорю, в любом случае, если человек проживает на определенной территории, есть конкретный врач, то если врач будет злоупотреблять, или там будет отказывать умышленно пациенту в оказании медицинской помощи, то это тоже требует определенного разбирательства. А не придется ли нести вознаграждение в конверте, чтобы уж точно обслуживаться у этого доктора? Чтобы он подписал с тобой контракт? Ну, опять же, знаете... Порождение коррупции. Тут как раз наоборот вопрос заключается в другом, что если сегодня врач получает заработную плату, гарантированную на уровне 2-3 тысяч гривен, то, конечно, элемент коррупции гораздо выше, если он будет работать добросовестно и будет получать легально то, что мы говорили из расчета специалистов, как частный предприниматель, оказывающий лечебную, врачебную помощь, 18-20 тысяч. То есть, ну, как бы, ответ очевиден. Если это будет врач, который работает настолько хорошо, и к нему захотят пойти, как бы, не 2,5 тысячи семей, а 5, но тут уже возникает вопрос, насколько этот врач сможет быть эффективным, насколько он сможет быть полезным для врачей. Поэтому тоже тут вопрос такой, что надо же помощь еще и оказывать, а не просто заключить договор. А вообще есть какие-то прописанные правила, по которым условия может отказать доктор-пациенту? Ну, они есть, их надо просто отдельно изучить, конечно, и безусловно есть. То есть, просто хочу или не хочу, в данном случае, наверное, не действует. Не должно, во всяком случае. Ну, ничего не забыли. Потому что таким образом от проблемных пациентов просто откажется. Ну, на сегодня же никто ни от кого не отказывается. Люди лечатся, и лечат людей различного, и асоциальных людей тоже лечат, и тоже им оказывают медицинскую помощь, лечебные учреждения. Поэтому, как бы, пока еще нет тех граждан, которые приходили и говорили, а меня никто не лечит. Но сегодня же не заключают договоры. Еще раз говорю, договоры, это мы говорим о первичном уровне. Второй, третий уровень – экстренная служба помощи, если кому-то плохо, всегда окажут помощь. Второй и третий шаг реформирования. Какими они будут, что запланировано на них, и когда они начнутся? Ну, у нас, значит, уже начинается с 2018 года. Это финансирование, уже софинансирование тех случаев, когда это будет необходимо на втором, третьем уровне, и первичная медицина. И третий уровень уже у нас начнет в рамках агенции создаваться резервный фонд, который позволит, как бы, ну, фонд такой, гарантированное оказание услуги, вот именно, чтобы средства аккумулировались в этой национальной агенции по оказанию медицинской помощи. – Это с какого года? Это уже в 2019 году? – В 2019 году, да. То есть у нас в 2017, 2018, 2019 год должна заработать в полной мере вся система, уже реформированная система здравоохранения. И тогда мы уже будем понимать, как оно все работает. – И деньги потом, вот эти, которые будут аккумулироваться, все будет идти на переоснащение медицины и повышение… – В том числе, но мы будем смотреть, это сейчас сложно сказать, что будет в 2019 году, и какая будет саккумулирована сумма, и как будут ей распоряжаться. – Ну, над этим сегодня специалисты еще работают, я еще раз говорю, мы сегодня это все обсуждаем в преддверии того, что будет. Когда у нас будет появляться уже, мы сейчас говорим, опять же, о формуле, когда будут появляться конкретные документы, конкретные положения и, возможно, какие-то изменения нормативные в правовой базе, тогда нам, конечно, будет с вами проще обсуждать этот вопрос. – Ну, вы сами сказали, что реформы бывают болезненными, и поэтому у людей есть опасения, нужно разъяснять. Вы сказали о сокращении койка мест, согласно ему предусмотрено сокращение 600 медицинских работников. А, собственно, сколько коек сократят и в каких учреждениях? – Это касается всех лечебных учреждений, где есть стационарные койки. Другое дело, что очень часто вопросы сегодня политизируют, что, как бы, да, но мы прекрасно понимаем, что, еще раз говорю, это касается, первое всего, оптимизации расходов тех денег, которые выделяются, потому что, опять же, с 2017 года, предположительно, должна появиться норма, которая гласит о том, что энергоносители будут оплачиваться из местных бюджетов, а это большие суммы денег. Мы понимаем, что сегодня есть расчеты, опять же, что 60 коек должно быть на 10 тысяч населения, а сегодня у нас бывает зачастую выше, и 70, и 80, да, и тут наши специалисты нашего управления тоже этот вопрос отрабатывают и определяют, какой коечный фонд подпадает под оптимизацию, какой не подпадает, потому что есть такие направления, где и не будет оптимизироваться коечный фонд, но, тем не менее, мы сегодня уже вынуждены считать деньги, потому что просто так уже их нет в том количестве, чтобы не думать вообще ни о чем, поэтому нужно, скажем так, по-хозяйски уже относиться к бюджету, и, безусловно, потенциал в этом есть. А по вашему мнению, почему медицинская реформа может забуксовать? Ой, ну, это вопрос философский, на самом деле, уже два года министерство работает не очень эффективно, да, и эта позиция как бы озвучивалась многими руководителями, и, конечно, человеческий фактор имеет значение, и имеет значение непринятие любых реформ на местном уровне, на, скажем так, на первичном, там где-то должно в первую очередь сработать. Очень часто по районам области есть такая тенденция, руководители тех или их учебных учреждений воспринимают это зачастую как свой частный бизнес, который они считают, что это идет втручание в их частную деятельность. Поэтому тут целый такой, знаете, симбиоз разных факторов. Но при всем при этом хочу сказать, что есть надежды к тому, что все-таки эта реформа будет реализована в ближайшее время, и, учитывая те сроки, которые уже сегодня звучат, уже мы понимаем, что тенденция будет хорошая к реализации именно в динамике. Ну вот, поэтому буксует она исключительно реформа, это человеческий фактор прежде всего, потому что из этого мы и начали, любые реформы, они сложны к восприятию, сложны к реализации, это нужно меняться, менять себя прежде всего, самое трудное, что начать менять себя. То же самое касается, если масштабировать в рамках страны и на отдельно взятую систему. Такая рекомендация, что делать мне, вот мне, как конкретному пациенту, 1 января 2017 года? Мне идти к участковому врачу, идти к любому другому врачу, заключать с ним контракт, что я могу получить? Вот как быть такая инструкция пациенту с 1 января, потому что мы понимаем, что с 1 января меняется. Я бы все-таки рекомендовал дождаться появления того типового договора, который должно выдать министерство до конца этого года, когда каждый сможет с ним ознакомиться и понять тот перечень услуг для себя, ответить на то, что входит в этот договор, и после этого определиться с тем врачом, который будет на первичном уровне оказывать медицинскую помощь, для того, чтобы можно было с ним стать, скажем, партнером в рамках этого договора. Но я думаю, что в любом случае сами врачи первичного уровня, которые сегодня готовятся к этой реформе в любом случае, кто бы как быть к ней не относился, они, безусловно, будут заинтересованы. И я думаю, что между врачами своего рода может какая-то конкуренция возникнет, в том числе. И опять же, сегодня вы переводите в плоскость все равно вопроса, кто с кем сключит договор. Но основная же лежит лейб-мотив всего этого, какая будет услуга, оказывается, и пациент всегда сможет потом договор перезаключить с другим врачом. И это тоже будет одно из условий договора, и нужно его просто увидеть, какая будет прописана на том форму. Разрывы взаимоотношений, продления этих взаимоотношений, либо каких-то дополнений к этому договору, если они такие будут предусмотрены. А вот еще вопрос. Если у человека болит зуб, ему идти к семейному доктору, ему нельзя сразу идти к стоматологу? Почему нельзя? Пожалуйста, это абсолютно его право. Если он четко понимает, что у него болит зуб, и у него нет сомнений вокруг этого, то, безусловно, он идет к стоматологу, естественно. Если человек, извините меня, поломал руку, он тоже может обратиться сразу в травматологию. Для этого нельзя ему идти искать семейного доктора своего. Другое дело, что если семейный доктор находится в зоне доступа, и он может к нему обратиться, это же и телефон, это сегодня достаточно средств связаться с врачом. Но, опять же, если он не может связаться, он всегда может точно так же обратиться в ургентную службу экстремедицинской помощи. То есть, никто никаким образом не усекает возможности пациента найти себе, реализовать свое право в рамках государственных. Государством предусмотрена бесплатная медицина, и оказание помощи, она обязательно у нас. И человек всегда обратится в любое лечебное учреждение и получит там медицинскую помощь. Если живот болит, то можно идти сразу к гастроэнтерологу? Да, конечно. Или к семейному? Конечно, можно. Ну, конечно, можно. Другое дело, еще раз говорю. Другое дело, чтобы не получилось, это потом платно, потому что пришел без направления. Ну, опять же, вот первый год, почему он и, скажем так, является первым этапом в реализации этой реформы? Именно потому, чтобы наработали взаимоотношения между собой, прежде всего, люди с врачами семейного типа. Когда они наработают взаимоотношения с семейными врачами, смогут их выстроить, то именно в дальнейшем будет проще ориентироваться в той или иной ситуации. Если у них нет сегодня договора или не будет договора, или они еще не определяются с врачом, то, безусловно, они могут обратиться в любое лечебное учреждение и им окажут медицинскую услугу в обязательном порядке. Платно? Почему платно? Ну, как и сегодня. У нас и бесплатная страна. Ну, а если договора нет? Ну, и что? Помощь медицинская будет оказаться все равно. Мы говорим о том, что реализация, еще раз говорю, системы здравоохранения, реформа, именно заключается в том, чтобы в первый год договоры рождались между врачами и пациентами. Мы не говорим о том, что если у него нет договора, или если он не нашел своего врача, он уже не может лечиться, пока у него не родится договор. Этого нет. Это же изменение принципа, но никак не усечение возможности пациента в получении медицинской услуги. Он всегда сможет пойти и в поликлинику, и в больницу, обратиться, либо в частный кабинет. Вообще нет никаких в этом проблем. Михаил, вот сейчас сидят скептики перед экраном и наши читатели, и говорят, в чем вообще смысл тогда этих договоров? Еще раз говорю, это взаимоотношения между больным и врачом. И когда приходят пациенты к врачу, и там, я не хочу никого обижать, но это и есть, раздают какие-то деньги, там, врачам, да, в том числе, хотя мы говорим, и обездают на медицине, то сегодня, если будет заключен договор, и если врач будет зарабатывать совершенно новый уровень легальных доходов, будет получать его государство, и он будет бороться за пациента именно потому, что он оказывает профессионально-качественную услугу, и за это получает абсолютно легальный доход в рамках государства, то этот вопрос тоже нивелируется. Как будет происходить реформирование Харьковского онкоцентра? Опять же, начну с начала, что когда активно обсуждали все реформы, и реформа национальная, да, по системе охраны и здоровья, на областном уровне была принята эта программа реформирования системы охраны и здоровья еще в прошлом году, в конце прошлого года, и фактически в большинстве своем она получилась подтверждение в общенациональной. То есть мы фактически одни из первых вообще в стране приняли такую местную программу реформирования. И в рамках этой программы как раз и предусматривалось переход коммунальных заходов в коммунальные предприятия, что позволяет уже предприятию тоже зарабатывать деньги, партнерство, возможность частного государственного партнерства, привлечения инвесторов и так далее, и тому подобное. Кстати сказать, и были пилотные проекты по созданию коммунальных предприятий, которые умеют уже зарабатывать деньги, да, ну, условно говоря, есть обязательный минимум оказания бесплатной медицины, да, ну, условно, там, во второй половине дня могут люди прийти и на платной основе получить тоже медицинскую помощь, например. Либо это привлечение инвесторов, которые могут прийти, и сегодня обсуждается ряд проектов с привлечением западных инвесторов, которые готовы прийти за техническую помощь, либо проинвестировать деньги, либо прийти с оборудованием современным, которое позволит улучшить и качество обследований, и все с этим связанное. Поэтому выбор, скажем, есть такая возможность в рамках программы, а выбор именно онкоцентра был не случайен, потому что на самом деле Харьковская область сегодня является, ну, продвинутой областью, да, у нас по всем показателям области является одним из лидеров, и это отрадно, но онкоцентр находится в ужаснейшем состоянии, там были вопросы к менеджменту, который там был, и, безусловно, начали с него, потому что онкология – это страшная болезнь, и сегодня очень много людей, к сожалению, болеют этим заболеванием, и, конечно, это является, ну, таким, как лакмусом, наверное, да, отношения к людям, в том числе, и хочется именно на базе онкоцентра сделать центр, действительно онкоцентр, который оказывал бы услугу и профессионально, и качественно, и на новом уровне, вот, вот, поэтому именно там было принято решение, прежде всего, собственникам, это областной совет, собственник, да, со стороны администрации мы поддержали эту инициативу, чтобы двигаться в этом направлении, там был выбран руководитель новой онкоцентра, из молодых специалистов, онкохирург, профессор, который имеет опыт, практику работы за рубежом, который понимает, как оно должно быть, на сегодняшний день сейчас формируется уже структура этого онкоцентра, которая будет уже в рамках нового предприятия, оно только, кстати сказать, не так давно зарегистрировано, это предприятие, сейчас получают все документы необходимые, разрешительные, в том числе, на ведение деятельности, и сегодня нарабатываются уже программы, вот, как усилить этот центр, чтобы это действительно был центр, который оказывает помощь, а не просто место, где люди могут доживать свои дни, к сожалению, с таким тяжелым недвумом. Его будут переводить в другие помещения? Сегодня об этом речь не идет, потому что любые, скажем так, начинания, это все подразумевает под собой какую-то финансовую нагрузку. Исходя из возможностей бюджета, мы пока не понимаем, насколько она будет возможна к реализации, но при всем при этом, сегодня там есть над чем работать, что улучшать, какие-то ремонты там должны проводиться. Кстати сказать, вот в этом году сейчас оплачены, куплены новые источники для радиолучевой терапии, которые необходимы, которые не покупались уже больше 8 лет, это 13,5 миллионов, это большие деньги. Но при всем при этом, здание, в котором они находятся, находилось в ужасном виде, и там сейчас ремонтируется крыша, хоть как-то приводится в надлежащее состояние. Поэтому сегодня уже формируется, скажем так, необходимость того, потребам все хочется сбиться на украинский язык, потребы, которые необходимы для данного предприятия, и исходя из этого, и из финансовых возможностей бюджета, и исходя из того, как мы сможем отработать сегодня с привлечением инвестиций в рамках именно анкоцентра, мы хотим добиться результата, чтобы это было уже лечебное предприятие 21 века со всеми техническими возможностями, потому что специалисты, у нас зачастую очень хорошие, и руки у нас золотые у людей, да, другое дело, что оснащение, техническо-материальная база или период реабилитации зачастую оставляет желать лучшего. А не знаете, вы морг перенесли в отдельно стоящее здание из административного? Там вообще морг стоит старый, закрытый на самом деле. Ну и вот он был в админздании? Там все очень грустная история на самом деле, да, и сегодня там все, я даже боюсь сказать, за что ни возьмись, там везде проблема. То есть морг пока в админздании? Пока в прежнем месте, где он и был, и сейчас как раз мы там были, не так давно я лично приезжал туда, и с руководителем прошлись по всей территории, посмотрели, хотя бы определить ту первостепенность, с чего начать. Ну там даже, к сожалению, казалось бы, что такое онкоцентр, там, прежде всего, хирургия, ну, изначально, да, в ужасном состоянии. Поэтому хотя бы операционные нужно начинать с них хотя бы делать. Я уже молчу про палаты, про сети, про крыши, про окна и так далее. А что делать? Ремонт в этих помещениях, в операционных, или оснащение? Ну и ремонт, и оснащение. Требуют все. Вы уже сейчас видите, что будет первоочередным, и вот что в течение 2017 года, скажем, как изменится онкоцентр? Вот я хочу все-таки быть последовательным, и я хочу, чтобы сейчас закончился вопрос юридического оформления и получения всей разрешительной документации. В параллель там сегодня новое руководство онкоцентра работает именно над теми вопросами, что им необходимо для технического оснащения. Когда будет понятной возможности, либо это бюджет, либо это проекты, связанные с привлечением инвестиций, для приобретения какого оборудования будет возможность. Соответственно, тогда будут определены места, с которых нужно начинать капитальные ремонты, либо просто ремонты, либо вообще там какое-то перестроение. Неизвестно еще, какие услуги там будут платными? Я сейчас не готов сказать, потому что этот вопрос очень остро сегодня стоит, и это сегодня все обсуждается буквально ежедневно. То есть еще не ясно? Еще не ясно. На сегодняшний день пока онкоцентр работает в штатном режиме. Все услуги, которые необходимо оказать для людей больных данной категории заболеваний, он оказывается. Но объективная картинка там, конечно, грустная. Ну, ждем первых результатов уже реформы, и надеемся, что они добавят уверенности харьковчанам и всем гражданам Украины. Спасибо. Я думаю, что все равно все люди уверены в том, что все будет меняться, потому что уже иначе быть не может. Спасибо за то, что пришли сегодня к нам. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был заместитель председателя Харьковского облгосадминистрации Михаил Черняк. К вам, уважаемые читатели и телезрители. Спасибо за внимание. Оставайтесь вместе с нами. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!